Здравствуйте, друзья! С вами я, Михаил Шилов, автор проектов www.3wbudushin.ru, www.blog.ru и www.3wmakevara.ru У меня есть для вас интересная новость. Ну, для кого-то она хорошая, для кого-то все равно. Но для тех, кому не все равно, я хочу объявить, что начиная с этой субботы, а эта суббота, это у нас 21-е, по-моему, число, значит, имеется в виду 21-е сентября. Сейчас я посмотрю, так ли это, дабы не ошибиться. Так. Да, совершенно верно. 21-е сентября. Итак, начинаются субботние практики. Что такое субботние практики? Ну, для тех, кто бывал на субботних практиках у Сергея Будюка, те, кто знают, что это такое. Это люди, объединенные общей идеей здорового образа жизни, неравнодушные к воркауту, перекладине, брусьям, турничкам различным, паркуру и боевым искусствам, собираются для приятного совместного времяпрепровождения на какой-то спортивной площадке чаще всего. Или в парке летом там, да, вот. Так вот, в ванном у нас пока таких вещей еще не было, да, организовано. Вот с этой субботы официально объявляем, что группа энтузиастов собирается вести это в постоянную практику. Ориентировочно время первого занятия, то есть первой субботней практики, это в районе где-то полдевятого, на спортивной площадке школы номер 36, которая находится возле московского микрорайона и микрорайона номер 30. Вот там, на площадке, где есть все для воркаута, вот, всякие лесенки, перекладины, и будет проходить первая субботняя практика. В принципе, нужно все то же самое, что и на практику у Сергея Бадюка, ну, это со временем будет. На первой же тренировке, ну, просто, если кто-то придет из, ну, кроме той группы энтузиастов, которые вообще решили это вот организовать, а энтузиасты, это в основном самочлены клуба Будушин, ну, моего клуба. Вот, те, соответственно, могут просто прийти первый раз без ничего, потому что, в принципе, познакомимся, вот, освоим саму площадку, посмотрим, как на ней вообще заниматься можно, чем, вот. Вот, а потом уже в дальнейшем определим всю структуру занятий. А на перспективу что понадобится? Понадобятся боксерские перчатки, понадобятся шлемы, капа, это для тех, кто, ну, желает подраться, имеется в виду по-спортивному, само собой, вот. Вот, а также все, что нужно для занятий на открытом воздухе, то есть, это нужна куртка, да, какая-то плащевка, вот, ветровка, штормовка, какие-то штаны, такие, которые бы желательно хорошо пропускали, как говорится, пар в одну сторону, ну, то есть, какое-то термобелье, наверное, потому что сейчас уже вот осень наступила, вот. Ну, в общем, если пропотеть, то чтобы не заболеть. И, по желанию, там, полотенце, если будете потеть лицо, чтобы можно было вытереть, и горячий чай. Все, в принципе, ну, или что-то попить. Все. Значит, не могу сказать точно, будет ли там открыта зона для парковки, вообще она существует, но, возможно, по выходным она закрыта. Но там совершенно недалеко, сзади школы, совсем недавно построили новую дорогу, это со стороны, скажем, спортивного комплекса. Там есть очень большой спортивный комплекс, который находится сзади школы. И вдоль него идет, значит, большая дорога. Вот, на обочине дороги можно, в принципе, легко запарковать машину, и до площадки останется, в общем-то, совсем немного пройти. Все, ждем всех желающих. Сами будем там. В принципе, помешать нам может только очень сильный дождь. Все. Остальное не помеха. Ну, до встречи. Ждем вас. 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 Продолжение следует...